До 60 вызовов в сутки, то есть почти по 3 в час, 5 бригад скорой в состоянии постоянной боевой готовности. Именно от них зависит жизнь пациента в первые минуты обращения, а значит оказать помощь необходимо уже на месте, либо по дороге в больницу. Подготовьте пострадавшего, очистите дыхательные пути, наденьте маску. Обновленный аппарат искусственной вентиляции легких. В Новокуйбышевске им оснащены все кареты скорой помощи. Теперь, в отличие от предыдущей модели, он не только помогает дышать пациенту, но и подсказывает фельдшеру, что нужно делать. Маска у нас достает до пациента, который находится на носилках лежит. Ну или если вдруг необходима госпитализация сидя, так же достанет до сидячего места. Новый автомобиль оснащен кардиографом, дефибриллятором для запуска сердца и аппаратом ингаляционного наркоза. Особенно гордятся медики, недавно приобретенной системой телекардиодиагностики. Аппаратура позволяет передать кардиограмму для консультации в кардиоцентр, в иные стационары, в облачное хранилище, нам сюда, на станцию, для того, чтобы прийти к какому-то мнению. С начала года только в Новокуйбышевске благодаря этой системе удалось спасти десятки человеческих жизней. Это во многом зависело и от условий транспортировки, которые теперь считают на станции на высшем уровне. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События.